Добрый день, уважаемые зрители! Не поверите, где я хозяйничаю? В теплице компании Сидек. И, конечно же, сразу не могла пройти мимо любимых своих томатов. Сливка. Ни один сезон у меня не охотится без их участия. Посмотрите, какие интересные плоды я нашла на этих томатных кустах. По размеру и по форме, как клубничка. Я подозреваю, что как только я ее попробую, она очень будет похожа именно на эту ягодку. Анечка, вы не поверите? Здравствуйте! Здравствуйте! Звать меня Анатолий Иванович, я главный агроном компании Сидек. Мы с вами знакомы, наши зрители. Очень приятно. Анечка, вы как раз таки сорвали плод нашего очень шикарного гибрида черри-томата, черри-клубничная называется. С вкусом клубники, с хорошим сахарами, набор сахаров. Я хочу отметить, что все черри-томаты, а у нас их очень много, такие как Волшебный Каскад, Настасья Солстеона, если вы их попробуете, они просто вкусные, шикарные, с хорошим набором сахаров. Они всегда благодатно отдают высокий урожай. Я заметила, они очень урожайные, начиная с нижнего яруса, заканчивая верхним. Да, кисти вот такие, которые прям по 50 сантиметров, в них по 30 с лишним плодов находятся в кисти. Я заметила, нет растрескания, плотненькая кожица, транспортабельные. Они для заготовок подойдут даже? Даже они не только для заготовок, но они сегодня на югах, что говорят, торгуют прям кистями. Именно вот таких как... Как бы в срезке уже, да? В срезке, прям торгуют кистями в санаториях, на побережье Черного моря. Вот прям вот я удивился и этому приятному совпадению. В условиях средней полосы успешно выращиваем в теплице, правильно я поняла? Успешно, они устойчивы по болезням, они неприхотливы, эти черри-томаты, так что они дают урожай во всех регионах России. Какие шикарные кисти. Я посмотрела, уже сбой урожая вовсю идет, потенциал еще есть, несмотря на конец сезона. Очень высокий потенциал. Если тепло постоит, еще эта клубничка насладится. Мы весь сентябрь будем собирать. Весь сентябрь будем собирать воды. Что еще интересного есть в ваших теплицах? У нас большая серия томатов и крупноплодных красных, розовых, сливовидных форм. Это большая палитра и в нашем ассортименте более трехсот наименований томатов. Дорогие зрители, увидела старого знакомого. Это томат жар-птица. В прошлом году отлично показал себя в условиях открытого грунта. На холодные ночи закрывал только пленкой и при угрозе возвратных заморозков, поскольку засаду я высадил в прошлом году гораздо раньше, чем в этом. Анечка, хочу сказать, что этот гибрид мы уже продвигаем более 10 лет. И все 10 лет он стабильно, стабильно дает урожай. На югах России, центральной полосе России дает вот такую огромную нагрузку. Он полюбился и фермерам, и садоводам-любителям. Поэтому он является нашим хитом нашей программы, нашей компании. Я бы хотел разрезать плод, показать какой он. Да, давайте покажем. Давайте покажем обязательно. Вот так. Я вам вручаю. Давайте мы его разрежем. Смотрите, какой выровненный красивый плод. Крупный, до 150-180 грамм плоды. Многокамерный, вы заметили, без всяких белых прожилок. Вкусовые качества просто шикарные. Ярко выраженный томатный запах. И насыщенный по сахарам, сбалансированный вообще в целом. И хочу сказать, что он еще в ранней группе, без слова созревания, 90-95 дней от момента всходов до начала сбора урожая. И томат детерминатный, он с успехом выращивается именно под дугом, если у вас нет классической теплицы. Дорогие зрители, еще один замечательный хит от компании Сидек. Томат детерминатный. Не смотрите, что он немного повыше. Это в условиях теплицы. Конечно же, любой томат проявляет себя с лучшей стороны. Если вы посадите его под дуге, он, конечно же, уберется. Великолепный розово-плодный томат. Как он называется? Кукла Маша. Уважаемые коллеги, это хит нашей компании розово-плодный томат Кукла Маша. Мы его сегодня представляем как для фермерского направления, так и садоводов, огородников, любителей. Это сегодня вы понимаете, что розово-плодные томаты, они востребованы, они были, есть и остаются сладше красноплодных, намного сладше. И многие мне задают вопрос, потому что сегодня очень много импортного засилия розово-плодных томатов. А вот мы представляем на рынок, уже ее знают, эту куклу Маша. Наш ответ. Наш ответ, да, наш ответ крупноплодный, розово-плодный. Вы заметили, что у него без ореола у плодоножки, плодоножечка при созревании не растрескивается, в меру плотный, с хорошим набором сахаров. Он вкусный, сладкий и еще и транспортабельный. То есть мне задавали вопрос в Астрахани, можно ли его везти. И я им просто каждому раздал по рядам, все попробовали, разрезали. И мы сейчас тоже срежем плод и посмотрим. Вот он, он просится ко мне в руки. Давайте мы, Анечка, его разрежем. Давайте. Вот давайте так, вот, наверное, как-то вот я. Само идет. Возьму инициативу на себя. Вы посмотрите, он многокамерный. Сочный. Многокамерный, сочный, но в меру он плотный. Сахаристая мякоть. Да, сахаристая мякоть такая, вот прям зернышки, прям видно, как будто как сахаром обсыпанный. Уважаемые друзья, вот такой сорт мы уже на протяжении ряда лет предлагаем для, еще раз повторюсь, садоводов, огородников, любителей, фермеров. И он достойно конкурирует на рынке. Ведь что для наших садоводов важно, урожайность, неприхотливость. Можно его возделать в различных климатических зонах, учитывая его требования, если прохладно мы его сажаем под укрытие, в теплицу, либо в тоннель. И самое главное, вкус. Не только за красивые плоды, не только за урожайность. Мы ценим наши томаты, а в первую очередь, чтобы он был вкусный. Пластиковые томаты импортные, мы успеем наесться в супермаркетах жестокой зимой. А этот томат порадует нас. Он еще и лежкий, видимо. Он лежкий, он может лежать спокойно две недели. После сбора. Да, вот в таком красном виде. Анатолий Иванович, а что же это за великолепный такой детерминатный томат, красноплодный, урожайный и помидоринный, однако, одной? Друзья, ведь мы не зря подошли к этому кусту. У нас целая серия наших супер-хитов, нашей компании. Вот это великолепный томат гибрид Барин. У нас целая серия есть Ажур, Барин, Буржуй, Жердяй. Вот из такой серии. Чем они сегодня покорили, именно сначала, они покорили больше фермерское направление? Потому что они стабильно закладывают по пять кистей. Это детерминат, резко, ярко выражены деты. Заметили, что в первой кисти, что в третьей кисти, в четвертой кисти плоды выровнены, ровные. Да, это заметно. Они, значит, не мелкоплодные. Вот плоды плотные, очень плотные, транспортабельные. Вроде бы плод он видится как средний, а если мы его на весы положим, он 200, 250, 300 грамм. Весомый такой. Весомый, да. И когда мне задают вопрос фермеры, говорят, Анатолий Иванович, а почему вы там пишете в каталоге 80-90 тонн, а иностранцы пишут 120-150 тонн. Мы специально взвесили такой вот с куста, мы взвесили 4 800, 5 200, до 6 килограмм с куста. Урожайность. То есть, друзья, а в открытом грунте норма высадки томатов 35-40 тысяч корней. И вот если вы умножите даже 4 килограмма, даже если 30 тысяч корней останется на гектаре, это уже 120 тонн. И действительно фермеры у нас получают вот этого барина именно 120 тонн с гектара. Он устойчивый по болезням, стабильно урожайный уже на протяжении ряда лет и завоевал вот такой сильный авторитет. Я могу на ваших глазах вот сейчас даже с соседнего куста оторву вот такой плодик. Ох, видите, он даже плотный. И давайте мы его разрежем очень аккуратненько. Вот так я его разрежу. Вот посмотрите. Ой, стопотек. Насколько он прям плотный. Насколько удельный вес у него. Вот он многокамерный такой, многокамерный. Очень массивные такие у него камеры такие, толстостенные. И я хочу сказать, что действительно именно вот эта плодность, барский плод, да, именно вот он таким великолепием и завоевал авторитет, вкусовые качества хорошие, транспортабельные качества. Вот на это все обратили внимание наши фермеры. Он сильно поконкурировал с иностранцами и многих гибриды иностранных вытеснил. И что самое характерное, и рядовые огородники смогут оценить его по достоинству в своих участках, получив гарантированный урожай. Что же это за исполин? Целое томатное дерево. Анечка, а это уже узнаваемый, всем известный наш гибрид спрут. Уважаемые коллеги, я что хочу сказать, что мы его сформировали, вы заметили, в один ствол, да, мы убрали пасынки и сформировали так. Но у спрута очень сильная вегетативная масса и у него сильная корневая система. И реально его можно вести в 3-4 пасынка. Он выкормит. Он выкормит. Тем самым вы именно создадите вот то дерево. Но вы заметили, что у нас высота более почти 3 метра и мы вынуждены его уже ограничить в росте. А вот если дать еще более высокую теплицу, дать ему больше воли, вот тогда мы его можем действительно сформировать как дерево. И действительно, вы посмотрите, как у него идет закладка кистей буквально вот как по науке. То есть получается через 2 на 3, через 2 на 3. И так доверху для жена. Вы понимаете, вот мы можем посчитать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мы уже на 9 кисти вынуждены были его брать. Его можно смело вести до 15-й, до 14-й кисти. Смело его вести. Я посмотрела, в кисти плодов много. Они выровнены все как один на подбор. Как один. И главное, что, во-первых, он очень плотный. Очень плотный. То есть вы можете его просто срывать и, как говорится, выносить на рынок кистями. Он будет вот так шикарно выглядеть. Его можно использовать также в салаты. Его можно закручивать в баночки. Сейчас как раз. То есть для циноплодного консервирования. Для циноплодного консервирования. Один к одному. То есть у него разные-разные-разные направления использования данных плодов. И вкусовые качества у него очень шикарные. Я думаю, за эти годы уже многие-многие попробовали его вкусовые качества. Поэтому мы еще раз говорим, что это еще является также хитом нашей компании. Эдакая изюминка. Изюминка нашей компании. Что я хочу сказать. Вот маленькую ремарку. Может быть там, где более короткое лето, не давать много пасынков, а сформировать один-два и снять уверенный урожай. Вот так же сформировать. Слесообразно сделать? Да, согласен. Сформировать, как у нас. И вот смотрите, вы можете его довести до восьмой кисти. И вот восемь кистей. А в каждой кисти вы посчитали восемь-десять плодов. Я только что пересчитала. Восемь-десять плодов. Восемь-десять плодов. Вот представляете, они плотненькие. И эта кисть практически килограмм весит. Да, ни одну баночку закрыть можно. Ни одну баночку. И вот так можно получить порядка восемь-девять килограмм с одного куста. Я должна поблагодарить вас за такую исчерпывающую экскурсию. Вот по таким изюминкам, хитам компании Сидек по томатам. Конечно же, мы показали только крошечную часть. Полный ассортимент наши зрители могут изучить, перейдя по ссылке, которую мы обязательно укажем в описании к нашему ролику. И что я хочу сказать нашим замечательным садоводам. Не бойтесь экспериментировать. Пробуйте разные томаты. И сливовидные, и крупноплодные. Для любого целевого использования найдется обязательно томат определенного вида по вашим потребностям, по вашим симпатиям. Любите ли вы красные, желтые, оранжевые, различные по форме, по вкусу и назначению. Все вы найдете в ассортименте. Анечка, я в свою очередь хочу поблагодарить вас. Потому что именно вы, как первооткрыватель нашей такой коллекции, с удивлением, и с прекрасным таким удивлением, видите вот этот весь урожай и донесете до наших потребителей просто и доходчиво, что это вы можете. Не надо бояться томатов. Они любят отзываться на любовь и уход. Уделите им внимание, и они дадут вам вот такой любовью, вот такими кистями томатов. Ну, большое вам спасибо, что приехали к нам в нашей теплице. До новых встреч!